так ладно всем привет вами снова продолжаем проходить звездные войны рыцари старой республики и как обычно вместе с нами тебя слева сидит и играется блять безостановочно целый день в саут-парк речи ванзик я смотрю порно пиздец я смотрю порно он играл в шинштейн слабак чё ты меня палишь надо было сказать что я смогу играл в порно смотрел ладно поехали надо загружать грёбаный манан и лететь на грёбаный каши ик да на кушу ик да дождь начинался краю приходил так что может быть он там сейчас идет так а где а я и так на кашейке нахожусь кажется ладненько идем устраивать раздолбайство и забирать еще последнего члена наш команда ну заодно надо прокачаться перед тем как я полечу на другие планеты по крайней мере перед карибаром точно так само собой корпорация зерка окажет вам все необходимые услуги на запрещал занимается тариф 100 кредитов и боюсь авансом типа приветствую вас на к ну на кашейке но вам прочно заплатить не надо ничего от меня требовать я воды к хентая я причалю там где хочу я уважаю ваш напористый характер но я не могу позволить вам остаться если вы не оплатите тариф корпорация зерка благодарит вас за сотрудничество и надеется что все это не перерастет в проявление насилия так я могу отказаться платить и что ты с этим поделаешь я могу заплатить его кровью а можно убеждение силой и я короче говоря его просто отгоню попробуем это легко уладить я заплачу твоей крови мы ведь вооружены у нас много охранников и боевых дроидов если мы можем держать под контролем буки мы удержим под контролем и вас корпорация зерка защищает свои интересы если вы не заплатите то вам будет отказано в свободном доступе к планете и вам придется ее покинуть я подожду вас здесь на случай если вы передумаете у вас нет выбора кроме как вернулся на черный ястреб сейчас да повторяем да давай короче не знаю может попить возьмешь если есть короче убеждением силой мы его сейчас заставим не платить с ними я можно и так сказать будет дороги она не работает более как наверное вам можно не платить печальный тариф любые услуги которые вам понадобятся слегка и покроет все затраты вы должны относиться к силе с уважением а не использовать ее как игрушку для своих каприцов также мы готовы готовы предоставить вам услуги по переводу за символическую плату само собой вам повстречается немало буки во время вашего пребывания здесь я понимаю больше чем вы даже можете себе представить хорошо это не мое дело я просто предположу что вы из тех немногих кому легко даются языки а теперь прошу проследовать за мной в наш справочный центр там я отвечу на все ваши дальнейшие вопросы успеется фото меду чё тебе надо мне редко удается отдохнуть от разгрузки кораблей так что если тебе есть что сказать то говори быстрее понятно она все равно нихрена не скажет так что не будем дергать здесь нам еще мог повстречаться этот бип фортуна игроком зовут небе фортуна кому-то короче тот вилок который был рядом с драконом на кашейке ковид на татуине и так как мы его завалили сейчас он нам не будет так забрать все что можно так всем иди сюда тема тема где-то это там забыл так что мы просто пойдем дальше сейчас еще вот так сделаем окей всегда хорошо знать о мире побольше и иметь надежного проводника наверное стоит взять зал бара я решаю кто пойдет а кто останется вообще о чем ты надежный проводник в чужую культуру может оказаться неоценима ну в принципе твоя правда прошлый раз за облара я не брал поэтому убираем нка берем зал блара или я брал в прошлый раз не помню что тебе надо знать что эти об этой планете я давно не был на кашейке но похоже с тех пор как я улетел ничего не изменилось мой народ по прежнему в плену рободорговцев не уверен что именно я могу тебе рассказать или даже что я хочу тебе рассказывать ты здесь тоже чужак и это меня злит так а чего больше по тебе узнать зал блар так ну короче ладно пусть зал бар бегает со мной и я ему подниму просто так что нужно уровень конечно всегда хорошо знать о мире побольше и надежно странно джухани зал бар рядом с тобой какого черта почему затрегрился опять этот да твою матильду кашейк мой дом мне следовало подготовить тебя к приезду сюда но не знаю подготовился ли к нему я сам вообще-то уже поздновато для предупреждений пушистик не надо насмешек мне легко сюда вернуться миссия возможно рассказала тебе что меня отсюда забрали работорговцы но это еще не все я изгнанник работорговцы кашейка похитили меня уже после того как меня прогнали за родной деревни 20 лет назад мне вообще все ровно я и без тебя узнаю все что мне надо когда и дальше броди вслепую больше я об этом не скажу ни слова пока тебя самого не ткнут это лицом ну и ладно тогда ты мне бесполезен иди нафиг волосатик мне нк больше пригодится так мэттон дейсал берем этот квест который тогда тоже не закончил приветствую тебя я могу чем-то помочь пожалуйста обращайся напрямую ко мне маттон обычный работник его мыслям грош цена значит в дикий кошелек явились новые путники прошу хорошо посмотрите на товары элая ганда я живу чтобы служить вам главное платить не забывайте интерес в его долгах высушит вас как деливианский червь со спины хаты во первых хаты все такие во вторых мне не по нраву само сравнение ничего личного просто бизнес бедняга уже месяц ждет когда его друг принесет мне деньги но тебе это знать ни к чему чем могу помочь так всегда порабощайте своих должников рабом я возмущен это обычный бизнес его товарищи ушли не расплатившись с долгами он обязан возместить мне их знаю знаю это обычные правила торговли я лишь хочу узнать куда ушел мой экипаж меня не было всего два дня не похоже на них да как жаль что они тебя бросили тем более именно тогда когда ты помогал мне чинить мой грузовой корабль думаешь что знаешь человека он наказывается шуликом это я не а тебе матан ты человек слова слова скрепляет сделку так и каков же должен быть долг чтобы на него можно было выкупить человеческую жизнь дело не в количестве ведь как опытный механик матан стоит намного больше своего долга особенно на этой планете ой да ты мне льстишь мы теперь лучшие друзья как я сказал тело в принципах я считаю своим долгом честно вести дела и требую того же он будет свободен когда появится его друзья и заплатить чего молчишь я человек слова никто не молчу я жду когда диалог пройдет так и почему у меня а вот гриф мастер да вот только сейчас у меня чат появился у меня два чат открыто один который мне читает в наушниках текст 2 который у меня на экране справа так что да привет тебе молчу чтобы диалог прошел чтобы моим пиздежом не прерывать геймплей с вами у меня никаких дел я пойду вообще вернусь другим своим вопросам конечно я здесь чтобы служить вам посмотрим что у вас есть конечно ты ведь спешишь я не спешу но закупиться стоит купим парочку медпакетов еще пригодится так что у тебя еще интересного есть ловкость плюс 3 за киберреакционную систему интересно но дорого так на это все нафиг мне не сдалось я для гизок и здесь продается класс электронный накопительный щит иммунитет 100 урона против электричества против ситов которые бьют молнии конечно прикольно но не все ситы бьют молнии необычно кладут в основном этот либо вытягивание жизни либо какой-то дебаф либо какой-то станлок очень редко кто-то бил меня молнии только в конце кстати дарт малак этому о кстати говоря я куплю эту штуку на самый финальный бой там он мне песец как пригодится если конечно не забуду что он у меня есть вот малак меня тогда гонял санными тряпками во всей карте своими ударами молнии так и нахраданский клинок в баню кратскими чудеса нахрен ну приветик да привет я кристалл до минут это все оставляем я вижу за кто-то вернулся классно так тяжелый бластер в баню пистолет ситов нафиг все бластерные винтовки продажу гранаты пусть будут не нахраданский силы перчал вот чем не еще дали в этих печатках основных на на работах ряду для помощи в движении задействованы разряды репульсорной энергии по сути наделяю владельца невероятно силой я нашел чё я могу на джухани нацепить так вот нам дали квест по поиску перри фанов для вот этого чувака который я тогда не сдал потому что их всех уничтожили ладно потом пойдемте пограбим чего-нибудь и попробуем найти еще способы заработать себе темной стороны хотя мне уже как бы особо и не надо продвинутый ремонтный набор так ученый зерка добро пожаловать надеюсь вы оцените выгоду от сотрудничества с корпорацией зерка директор джанас ответит на любые ваши вопросы мне нужно работать так и над чем же вы здесь работаете я провожу опыты над представителями местной флоры внешние растения могут быть ценным фармацевтическим материалом но это конечно требует времени от продажи вуки мы уже получаем доход простите мне нужно работать так ты будешь говорить пока я не скажу тебе замолчать понятно это не к чему я всего лишь обычный лаборатор должность не из легких уверяю вас поговорите с джанасом он здесь начальника не я понятно так ладно дженас приветствую вас вновь какие услуги корпорации зерка вы вам вам может оказать во время вашего визита на идиан так я ищу нечто под названием звездная карта простите но я не располагаю информации об этом вы уверены что при что вы прилетели по адресу эта планета очень примитивно больше ее частью еще не исследована даже аборигенами чем ниже спускаешься тем опаснее становится лес а самых нижних уровнях теневых землях известно крайне мало мне нужны припасы что у вас тут есть если вам нужны материальные товары советую поговорить с продавцом универсального магазина неподалеку от причиной платформы у него всегда богатый ассортимент он запрашивает справедливую цену за броню и товар общего потребления если уже вам нужно оружие вам придется обратиться к представителю зерки таковым являюсь я однако если вы здесь чтобы приобрести аборигенов вам придется подождать пока лицензированные корпорации зерка торговец не вернется после поставок в другие системы так приобрести аборигенов а что вы имеете ввиду а вы здесь не для того чтобы забрать партию невольников луки других причин посещать эту варварскую планету в общем-то немного игра игра это звездные воины рыцарь старой республики или knights of the old republic так мне казалось кстати мерзкий работорговец и почему же мне просто не убить тебя я всего лишь служащий корпорации мы заключили соглашение с вождями руки сбор урожая проводится как можно более аккуратно ты просто желаешь рассказать нам больше об этом договоре с вождями ух ты джуха не решила это применить силу я могу рассказать вам о соглашении мы снабжаем их оружием в обмен на поставки здоровых руки наше отделение приносит прибыль а у власти остается сговорчивый вождь таким образом процесс не прирастает бесконечную перестрелку как же зовут их вождя его зовут чундер если не ошибаюсь сами с ним напрямую общаюсь к счастью уж больно они грубы не знаю к чему вы задали мне эти вопросы но это и неважно чундер безусловный лидер наше предприятие в полной безопасности так у меня были еще другие вопросы так скажи мне об этой планете до этого назвали ее g5 623 g5 623 это цифровое обозначение название на общегалактическом эддиан оно было выбрано путем корпоративного голосования среди акционеров в любом случае эддиан звучит приятнее чем каширик язык доминирующий раз аборигенов этой планеты весьма груб на самом деле при них всегда следует держать роль до переводчика однако физическая сила компенсирует неудобства владельцев ну ладно до свидания хорошо можете осмотреть наше отделение но я бы не советовал отходить слишком далеко от главной посадочной платформы планета все еще очень дикая и мы не отправляем патрули на поиски пропавших туристов так ладно что у тебя в продаже есть такое оружие у вас есть у зерка хорошо обеспеченный арсенал доступны всем нашим глубоко уважаемым клиентам можете осмотреть его когда пожелаете так и что же у тебя такого есть что я могу купить для нк а принципиально ни хрена самое лучшее оружие найду потом модуль реакции можно продать мне он не нужен цилиндр и чё внутри продвинутый нам этот меднабор хорошо все принципе на больше здесь ничего не надо валим дальше и чё так каширик переделали листиков на деревья набросали более он зеленый почему-то более светлый получился правда с модом постой пришелец зерка не рекомендует путешествуясь по дикому эдену участили случаи атак катарнов охотники руки обычно редко встречаются но я думаю они концентрируются в некоторых районах в надежде поквитаться с охраной зерка так что ты знаешь о гуке но что сказать они большие сильные и стоят дороже когда сидят в клетках за пределами этого покрытого лесом камня ты же не против рабства если против не надо здесь толкать свою чушь я видел как они порвали охрану в клочья а не звери значит вуки дают отпор больше нет хочешь знать почему вуки стали покладистыми спроси у них когда они оторвут тебе башку мы найдем ее в землях теней и похороним хорошо так что ты можешь рассказать не окопраться зеркал политикой фирмы занимается джанас а я только и говорю таким как ты что на той стороне они сами по себе так не стой вообще у меня на пути иначе погибнешь угрозы я не люблю не испытывай меня у нас хватит боевой мощи чтобы тебя сюда неужели так в общем я просто пытаюсь освоиться здесь от меня не будет никакого ряда так и вообще да да ты большой крутой я пойду так ничего не хотел сказать ты можешь ответить на мои вопросы но мы убедим его силой ты не давал мне это убеждение я свой человек я тебе нравлюсь а ты не так уж и плохо ты хотел чего-то еще так я думаю на этом все пока будь осторожней если потеряешься за тобой не вышлют поисковую команду в любом случае в прошлый раз я его уже уничтожал так опа кинрад дыши глубже кинрад на тебя чуму а ты у нас молнии по жопе получишь быренько вот и все дикое место оно разжигает кровь и заставляет почувствовать себя живым досадно что вуки не с нами не сомневаюсь он ощутил бы то же самое хорошо хорошо джухани хочешь чтобы санами бегал за алблар будет с нами бегать за алблар а хотя офигенных реакция тнк было бы гораздо приятнее послушать так трупа а внутри такое себе ты не чувствуешь ветер звуки запахи теперь когда мы отошли от космопорта я чую все это дорога новая ее наверное построили роботорговцы но деревья я помню моя деревня неподалеку отсюда так мы прибыли вообще сюда за звездной картой ничего более ясно да да твои заботы заботы чужака всегда должны быть на первом месте только не забывай что это было место мне домом здесь ты чужак я должен кое-что им тебя предупредить не знаю буду ли я тебе здесь помощью или помехой мой отец был очень могущественным вуки он был вождем возможно он и смягчился но если ему все это время на ухо нашептывал мой брат меня могут встретить очень холодно здарова алекс f квадратная скобка и несен гравис вискпситн ах ты темная личность да настолько темная что моя харя из темной превратилась в пепельную короче у меня нет времени на твои семейные дрязги я не прошу тебя ни с чем разбираться я просто хотел предупредить тебя о возможных проблемах тьфу делай с этой информацией что захочешь больше я об этом ни слова не скажу ну вот и правильно так дроид сейчас мы тебя починим оптимизируем вооружение наведения и ты да 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 и задействуем патрульный режим все дроид полетел выполнять мои приказы очень жаль мне это не по карману думаешь мне это под силу ты в курсе что им дают за одну здоровую тварь мы еще к этому вернемся у нас гости чего тебе пришелец я патрульный капитан дэна а ты суешь нос в дела корпорации зеркаль меня еще зовут владыка хентая что здесь произошло этот раб вуки устроил небольшой бунт пришлось усыпить вы утихомирили его мы не животное это злит тебя залбар спорим еще как злит что ты добиваешься хочешь чтобы я эти люди погибли меня не придется долго уговаривать ну так давай убей их мы заставим их заплатить какого приготовьте бластеры этот дурень захотел сдохнуть хе-хе-хе сдохнуть но это вряд ли о-о-о-о-о ты же дуджет в ладыка хентая скобочка 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 маркер так ммммммм только что подписался спасибо тебе Готов кто подписался но мне че-то немножко плоховато видно ну да вообще спасибо за подписку хе-хе-хе так удостоверение ресурсной станции корпорации зерка о о мы сможем потом ее использовать ее можно было взломать Ну, так как у нас есть вот эта штука, нам всё дадут бесплатно. Да что ж, у меня нос почешется. Ай! Ну, я же ситх, то есть лорд, то есть владыка. Ну, а чем лучше обладать, как не хентаем, да? Чё за нон мне им подписался? Не знаю, но кто-то подписался. Видать, нравится. Да ладно, они порвали этого дроида как ту зигрелку. Ладно, придётся с этими кинротами мне иметь дело. Куда убегаете, чё, испугались? Стоять, засранцев. Ну, ладно. Мы пока кучу отбросов по этому. Подербаним. Застанлочим всех. Готово. Эй, Джухани сейчас у нас, это, слепится. Ну, ничего страшного. Как слепится, так мы её потом и полечим. Пусть это применяет способности. Кстати говоря, скрипты джедайской поддержки. Используем магию, блин, почаще. Вот так вот. Хопа, и полечился. А, ну он задохнулся раньше времени. Ничего, у нас ещё кинроты есть. Эй, кинрад. На тебе батарейку в сраку. О, правильно, Джухани. Вот так и надо. Как папка. Молнями по харе. Хе-хе. Такое себе. На продажу. Эй, отток жизни. Что ты делаешь, балбес? Ой. Минус Джухани. Ну, ничего страшного. У меня настолько большое могущество в мудрости и в силе, что у чуваков уже просто не работают спас-броски на меня. О, кстати, новый левел. Я в детстве очень любил какую-то игру про звёздные войны. Сильно запомнились моменты, где надо летать и уничтожать вражеские корабли. Ты не знаешь, какая часть или игра. Летать и уничтожать вражеские корабли? Ну, это, возможно, либо серия X-Wing, либо... Это моя тёмная личность подписалась. А, понял. Либо это, короче, серия X-Wing, кто-то. Либо это серия Squadron... Этот, как его? Rogue Squadron. Если ты на консолях играл. Если на ПК, то, скорее всего, именно X-Wing. Ну, плюс ещё здесь есть в этой игре уничтожение кораблей, но так, чисто мини-игра небольшая. Так, уничтожение дроида надо прокачать 100%, пригодится. Star Wars Battlefront 2, возможно. Да, возможно, там тоже есть частичные полёты в космосе и перестрелки. Так, стазис можно прокачать? Ну, ладно, не буду. Так, чё я ещё могу качнуть? Такого, чё полезного будет? О, ну мы можем страх. Ах, это наш вариант стазиса. Будем в Тёмную Сорну вкладываться. Попробуй оба варианта заранее, спасибо. Да, окей. Эй, гуке-охранник. Иди сюда. Грэл, тебе запрещено спускаться в Тёмные Земли, только Чуундер может разрешение дать тебе пройти. Фух, я уже говорю как Йода. Особенно, если ты приводишь с собой подобную мерзость. Этому бешенолапу здесь не место. Кто ты такой, чтобы осуждать меня? Ты следуешь за Чуундером прямо в руки чуважакам. А ты сам подшествуй с чузаками. Ни слова больше. Чуундер решит, дозволено ли вам войти в Тенюю и Землю. Я считаю, что это значит, Залблар? Нам нужно идти дальше, к деревне. Уверен, там мы оба получим ответы на свои вопросы. Ну, короче, от Залблара мы сейчас избавимся на всю оставшуюся часть. Хотелось бы, чтобы этот засранец, после того, как я выполню Тёмную сторону на этой планете, то есть оставлю в рабстве всех вот таких же вуки, остался у меня, не сбежал куда-то. Потому что я хочу проделать с ним один трюк в самом конце игры. Вон, то он мне будет необходим. Так что попробуем как-нибудь выгодно для себя провернуть это всё дело. Так, ну-ка. Бойся меня, маленький змеюк. Бу-гага. Дыши глубже. И ты бойся. И ты бойся. Я очень страшный. Ой, Джухани молодец. Блин, как громко бьют молнии по ушам, а? Ужас. Кстати, ресурсная станция. Мы можем её либо взломать, либо, так как мы завалили парочку чуваков в СРК, у нас есть удостоверение, которое мы можем здесь воспользоваться. Так, удостоверение подтверждено, доступ разрешён. Выберите необходимые припасы в ресурсных контейнерах. Станция отключается до пополнения запасов. Окей. Но мы бы получили опыт, если бы взломали её так. Эти ящики можно было взломать и просто так, кстати говоря. Но это всё чисто на продажу пойдёт. Так, вот здесь пора бы сохраниться, потому что нас ждут тёмные джедаи. С ними будет тяженько, возможно. Скажи, как называется X-Winx на английском, а то немного непонятно. X-Winx... Алекс, можешь ему написать, если ты в чате? А то у меня просто нету под рукой возможности где-то писать. Ну, X клавиш... Ой, X буква. W. Ну, V. W. I с точкой N английская и G английская, как шестёрка, которая. X-Winx. Или крестокрыл. Но это уже совсем упоротый перевод. Так, ну-ка. Я тоже так умею. Ой, как хорошо иметь тёмную сторону, да? На светлой стороне я так долго с ними разбирался, а здесь буквально за секунду просто... Хе-хе-хе-хе-хе. Не эпически быстро. О, кристалл Некстор, да? Короткий световой меч, короткий световой меч. Кристалл Демид и световой меч ещё один. Неплохо. А вот и Вуки-охранник, который пустит нас в деревню. Наверное. Грэлл! Стой, где стоишь, чувак. Ты ходишь во владение Чундера, нашего вождя и предводителя. Родишь с дороги, этот человек со мной. Я хочу вернуться домой, в дом моего народа. У тебя здесь нет прав, бешенолап. Этому человеку не следовало приносить... Приносить в наши края такой позор. Ты должен ответить перед Чундером. А если я откажусь встречаться с Чундером? Ну вообще, как бы, никуда ты меня не отведёшь, выродок. Это я пойду, куда хочу. Оглянись вокруг, глупец. Ты стоишь лицом к лицу с легионом Вуки на их родной территории. В этой битве тебе не победить. Ха, проверим. Он прав, их слишком много. Прошу, пойдём к Чундеру, ему нужно многое объяснить. Ладно, довольно разговоров. Вас с изгоем бешенолапом немедленно отведут Чундеру. Так, ну тогда мы берём себе НК, естественно. Как же мы без НК на тёмной стороне-то? Теперь уже. Сделай шаг вперёд и обратись к могучему и мудрому Чундеру, чужак. Я нечасто даю аудиторию, аудиенцию своим сородичам. Стар Варс, Батлифронт 2, вот это как-то больше вспоминкается, как-то спасибо. Да, возможно. Привет. Да, привет. По обе стороны от тебя работают роботорговцы Зерка, разве они не чужаки? Или ты уже продал свою душу? Короче, а, Залблар, а Бра... Залб... Да. Да, Клаус, ещё раз привет. А, Залблар, брат мой, ты слишком долго прибыл в изгнании, тебе не следует говорить подобным тоном. Теперь всё переменилось. Ты обещаешься на бешенолап, ты лишён голоса среди своего же собственного народа. Я же, с другой стороны, стал вождём. Да, он самый. Кнайт Озолд Репаблик. Первый, если что. Мы на кошейке сейчас. Ес. Так. Не обращай внимания на него, Чуундр. Теперь ты имеешь дело со мной. Ты ошибаешься, думая, что чего-то здесь стоишь. У тебя здесь нет никакого влияния. Я позаботился о том, чтобы мой народ слушал только меня. Они верят мне, могучему Чуундру. И хотя мой брат сошёл с ума, а отец попал в рабство, несмотря на всё это, я встал на защиту своего народа. Отец попал в рабство? Могучий Чуундр? О чём ты вообще говоришь? Ты же был коротышкой. Я не коротышка. Ну, как я уже говорил, Залблар много изменилось. Пока тебя не было, скоро все... Мы с тобой всё обсудим. Так. Вообще, есть ли смысл в этом разговоре? Если всё равно всё закончится боем? Давайте лучше сразу перейдём к нему. Не будет никакого боя. Вам его не пережить. И... Да, спасибо за... Паф за подписку. Вовремя я заметил. В общем, будет никакого боя. Волосатые негры общаются. К тому же, меня защищают ещё и охранники корпорации Зерка. Нет. Похудо я у власти, у вас нет ни единого шанса. Возможно, ты можешь выполнить для меня одно незначительное поручение. Само собой, Залбару придётся сраться здесь. Я уже просрал 20 минут. Ммм, так. Просрал 20 минут. Нормально. Просрёшь ещё дальше. Мы сегодня посидим в Котор, возможно, подольше. По крайней мере, я хочу пройти Кошиик и пробежаться по Корибану. Жаль тебя. Да? И чем же? Почему же? Так, и вообще, как бы, я ни за что не оставлю Залбару на твою милость. Он мой раб. Выбирать не тебе, Владыка Хентая, но он уже у меня. Мне нужно обсудить с ним одно личное дело. А теперь уже найдутся другие заботы. Всё просто. Ещё одно ууки постигла та же судьба, что и Залбару. Ладно, я, Крич, смотреть тебя буду. Да, давай. Короче, та же судьба, что и Залбару. Он обезумел и был изгнан. Теперь он обретается в тёмных землях. Что важнее, он отравляет жизнь моим союзникам из зерка во время их экспедиции в тёмные земли. Это вредно для бизнеса. Ммм. Так, вообще, что произошло между вами с Залбаром? Скажи-ка мне свою версию. Залбар не сказал тебе? Его оскорбило то, что я обменял нескольких наших в обмен на оружие и услуги. Я не понял суть его протеста. Минстриме просрал 3 часа 50 мин плюс. 20 мин равно 4 часа 10 мин просрал. Я тут. Да, а чё ты платишь вдруг? Что если ты там? Всё нормально. Всё работает. Короче, конечно, при этом обзавёлся оружием, организовал поимку некоторых своих соперников. Я защитил своих союзников, и моя власть возросла. И ты, как бы, вообще не совершенно не расскаливаешься в своих действиях, как большой мохнатый хат? Я слышал об этих существах хатах. Судя по тому, что о них говорят, они умные торговцы. Они бы поняли то, что не в силах понять твой друг из знаний. Молодой зооблар не отличается прозорливостью. Он не мог сдержать своё возмущение. Он напал на меня, ударив лапами, и тем самым обрёк самого себя. Несколько аккуратных рассказов, и все нарекли его бешенолапом. Даже отец, фрейр. Я легко добился его изгнания. Так, я думаю, твои слова сейчас не пора, но вообще, как бы, давай-ка вернёмся к моим вопросам. Ты испытываешь моё терпение. Выполняй моё задание, либо беги на свой корабль. Мне всё едино. Так, меня вообще интересует только то, что я ищу. Звёздная карта. Я никогда не слышал ни о чём подобном, и мне всё равно. Твои заботы мне безразличны. Так, ну а ещё вернёмся к вопросам. Так, хочу спросить за теневые земли. Мы спускаемся в теневые земли только ради ритуальной охоты. Я бы оставил Смутьяна там, но он оказался надивы живучим. Он умудрился подержаться там несколько лет, прячусь в своём безумии и позоре. Сможешь застримить игру Half-Leafy 1. Я уже стримил, по-моему, первый Half-Life, если не ошибаюсь. Или просто записывал прохождение. Так что у меня на канале, на YouTube всё есть. Так, походу, сейчас мне опять будет кто-то спамить в чате, да? Да, точно, кто-то начал спамить в чате. Хех, логично. Так, вернёмся к другим вопросам. Короче, я умудрился прожить там несколько лет, прячусь в своём безумии и позоре. Тобой можно пожертвовать, ты избавишься от него. Примерно так они разговаривают. Так, этот бешенолап восстал против тебя, и за ним будут ещё. Но, ладно, не будем воёвываться. Я обдумаю твои слова, а сейчас мне пора. Я позволю тебе спуститься в теневые земли, ты выследишь и убьёшь этого безума Вуки, и тогда, возможно, заслужишь мою милость. Заалблар останется здесь, в качестве залога твоей лояльности. Зерка никогда бы не позволил мне удержаться здесь... Не позволил мне удержать здесь тебя, но им всё равно, что я делал со своими сородичами Вуки. Так, мне нужно, чтобы Заалблар пошёл со мной в качестве проводника. Нет, чтобы сориентироваться, он тебе не понадобится. В последние годы я учил свой народ понимать общегалактические. Я говорю им, что это нужно для того, чтобы мы лучше понимали врага. Они думают, что благодаря этому им будет легче сражаться с Зерка. На самом деле, благодаря этому их легче подчинить себе. Помни, здесь тебе меня не одолеть. Никто не смеется бросить мне вызов, чтобы примкнуть к чужаку или изгнаннику. Ты ошибаешься, брат. Я, кстати, играл в Халфлуев-1, я застрял на синей фигуре. Ммм, синяя фигня в Халфлайфе. Я тоже спешу прочитать субтитры, думая, что субтитры пройдут быстро. У субтитры обычно я скипаю только, когда сам дочитываю это, если за инопланетян приходится озвучивать. А в остальном я озвучку на... На Гаргантюа. На этих... На... Вспомнил. А, Гаргантюа, да с ним же легко. Нужно просто включить электрический ток, добежать до генераторов, чтобы он встал между ними. И нажать одну клавишу, Гаргантюа разрывает сраку от молнии. Все, он там простой. Видишь ли, Чундр, кое-кто есть. Давай, Залблар. Рано радуешься. Залблар говорит о Фрейре, нашем отце. Почему Залблар? Он же приказал знать тебя, когда ты напал на меня. Он, как и ты, взбесивился, узнав про работорговцев. Он осмелился бросить им вызов в одиночку, и с тех пор его никто никогда не видел. Это было много лет назад. Забудь о нем, Залблар, теперь правлю я, и я поведу руки вперед. Но за это придется заплатить. Ну, вообще, как бы... Он логично рассуждает, Залблар. Возможно, тебе стоит послушать, что он говорит. Ни слова больше, Чужак. Я отбил свои приказы, и я не могу удерживать тебя здесь. Но Залблар останется со мной, пока ты не убьешь бешенолопоистеневых земель. Нехорошо оставлять его здесь в заточении. Нужно его освободить при первой же возможности. Теперь охрана позволит тебе пройти. Покинь деревню через северно-западный выход, и иди по платформе на юг, потом на восток. В той стороне ты неешь Горвукина. Он будет ждать тебя, и он поможет тебе спуститься в нижнюю часть леса. Ступай. Ваунд, пойдешь в Хэлло-Инфинит? Там обнова вышло. Хэлло-Инфинит? 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 У тебя на Твитче стрим лагает? Ммм... Я когда мелким проходил Халф-Лайф 2 впервые узнал о СВ подчеркивании. Чац 1 я такое творил. Да, я тоже с читами много в Халф-Лайф выпендривался. Но в основном я правда только это. Ставил читы для того, чтобы пройти игру, и я не особо веселился. В плане именно какую-нибудь херню заспаунить и устроить там махач-при-махач. Нет, мне было именно для прохождения это было нужно. Так, пойти в Хэлло-Инфинит можно, Алекс? Но надо его ставить. Хотя, в принципе, я могу после этого стрима поставить. Да, посмотрим. Если я еще не смогу держаться на ногах, можно пойти пострелять туда. Ну вот, насчет Твитча лагает стрим или нет, я не могу точно сказать. Потому что у меня нет пропуска кадров в основном. У меня нет пропуска кадров ни по показателям сети, ни по показателям этого. То, что проц не справляется. Сейчас проверю статистику. У меня нормально все на Твиче. Нет, пропуск кадров на рендеринге у меня почти 0. У меня лагает из-за инета. И пропуск на кодирование тоже 0. Сеть тоже все дает нормально. У меня есть читов проходил щупальчик, когда то ж мелким был. Я зазвел шифт и контрол так медленно ходил. Щупальца так и надо проходить. Они реагируют на звук. Поэтому там у тебя всегда лежит ящик с бесконечным количеством гранат, кажется. Или просто много гранат. Ты когда бросаешь гранату, щупальца отлетают на звук. Значит, у меня из-за инета лагал. На два этажа инет плохой. Я поставил минимально средние настройки на Твиче. И точно такие же у меня на ВК, на Гудейн и на Ютьюбе. У меня раньше были качества видео повыше. Но так как у людей лагало, я сделал их меньше. Так что как бы должно лагать меньше, по идее. Ну, интернет такой. Кстати, да, здоров еще раз, Мансон. У меня тоже два этажа. Подчеркивание. Собака. 666. Мансон 666. О, сейчас аматный квест возьмем. Собака Аликсплайздоров. Так, Джарк. На Твиче жизнь появляется. Да, потихонечку. Ну, сейчас на Твиче сидит по крайней мере три человека, судя по моим показателям. Так, короче, что ты хочешь, чужак? Тебе здесь не рады, кто бы что ни говорил. Я вообще владыка хентая, я здесь с разрешением Чундера. Так что прояви немного уважения. Ты чужак, и твои сородичины творились здесь столько бед, что никому из вас не исправить. Вы портите нас, и все заставляет... Так, и все заставляете проявляться с лучшей стороны. От меня уважения, ты не добьешься. Не, Вольфен, я просто остановился. Четыре часа я так в нем сидел, почти с половиной. Так что надо было поменять игру и добивать Котор дальше. В следующем опять Вольфен пойду потихоньку. Так, их завершим. Дальше у нас будет Медалью в Хонор Андеграунд и Мех Варриор 3. Хотя, может быть, мне стоит взять, допустим, Медалью в Хонор и постримить что-то из своих старых игр, которые мне нужно дозаполнять до конца. Короче, разбавить чуть-чуть запросы своими хотелками. Хочу спросить за кошелек. Мне нечего тебе сказать. Иди узнавай, что можешь, пока будешь выдавливать Покап из нашей планеты. Ладно, мне спать пора, пока. Удачи тебе. Да, давай, пока. Андейнг, пройди. Андейнг, я бы с удовольствием. Можно, кстати говоря, его надо закончить. Давай кто-то. Пока. Клайв Баркер Андайн. Куматная тема. Так, можем спросить, не видел ли он Рорвара? Нет, я не буду с ним разговаривать. И ты тоже, Вурвилл. Я это запрещаю. Так, я вообще ладыка Хинтая, здесь разрешение Чундра. Прояви немного уважения. Опять? Понятно. Так, ты. Вурвилл. Я никогда раньше не разговаривал с чужиками, в смысле Чундра заставляет нас учиться понимать вас, но я никогда не был так близко к кому-либо из вас. Предупреждаю, и не приближайся, мохнатый органик, я уберу хозяина от ваших воровских обычах, предупреждаю тебя. Что ты тут делаешь? Ты пришел посмеяться над нами? Пришел позлорадствовать над тем, сколько ты наших разыграете в рабство? Ты вообще меня понимаешь? Я не видел, когда смотрел похождение четыречасовой концовки в игре Хестонли и Парабле. Да вообще, как бы, у меня активность на канале выросла за счет того, что куча народу решила посмотреть это видео. У нас с 10 тысяч просмотров до крестка скакануло на 15 тысяч. То есть у меня сейчас где-то около 25 или что-то такое. Ужас. Так, короче, я Владыка Хентай, я здесь с разрешения Чундра. Я об этом ничего не знаю, я много чего слышал и уже не знаю, что и думать. Могу пару вопросов задать. О, прошу, не надо. Я ни на что толком не обращал внимания с тех пор, как Рорвард исчез. Ты что-нибудь об этом знаешь? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что он не достался вам, работорговцам. Ну, не то, чтобы я хотел назвать тебя работорговцем. Извини, я очень устал. Я в последнее время плохо сплю. До свидания тогда. До свидания, наверное. Ну, понятно, короче. Мы найдем этого чувака внизу в теневых землях. И можем, в принципе, неплохо так свою выгоду обратить в пыск. Это владыка хентая. Да. Я отыгрываю лорда ситов. А какой лорд ситов? Ну, лорд же переводится как владыка. Поэтому какой бы я не был владыка, тем более, самого четкого в мире... Самой четкой в мире штуки. Искусство хентая. Так что, почему бы нет? Дарт хентай, короче говоря. Забавно. Можно было, конечно, придумать что-то наподобие то, что Ванзикс его и их персонажей называют. Андрюк чем-то похож на Носферату. Не, вообще не похож. Я играл в обе, и Undying, он скорее больше похож на Half-Life как раз таким. По той простой причине, что у них почти что движок одинаковый. Но... Носферату это чисто вот рогалик. И там перестрелки гораздо более стрёмные. Там лучше всего драться в рукопашку, пока ты, по крайней мере, не найдёшь пулемёт. Вот. И, кстати, на Носферату... Может, у меня уйдёт куча времени. Я яблоком подавился. Кусай поменьше, что могу тебе сказать. Так, здравствуй, чужак. Я слышал о твоём прибытии. Надеюсь, ты не собираешься устраивать беспиратки в нашей деревне. Мы не хотим кровопролития. Могу я задать пару вопросов? Извини, как и большинство жителей деревни, меня волнуют наступившие смутные времена. Я не очень хочу разговаривать с тобой. Да, Расов Малакали, это... Тоже, о чём я и говорю, Носферату. Там довольно дерьмовая перестрелка. То есть, дерьмовая механика перестрелок, пока ты не найдёшь автомат местный. Так что приходится, в основном, драться в рукопашку или с помощью какого-нибудь там креста. По ощущениям, вообще никак не ондайинг. Вообще. Кстати, чём мне понравилось в Носферату, самое чёткое оружие поначалу, это твои грёбаные кулаки. Потому что они станлочат любого противника, включая боссов. Может быть, даже финального. Потому что, когда ты бьёшься в рукопашную, они настолько быстро бьют, что у противника на секунду включается стаггер. А следующий удар этот стаггер продлевает, и ты можешь просто натурально замансить любого босса. Проблема только в том, что игра на время, а кулаки наносят минимальный урон. Поэтому очень долго проходятся. Хотя, если прям вот именно успеть поймать какого-то босса в клинч, то всё, ему хана. Быстрее ты его можешь убить только с помощью чаши со святой водой. Так, когда пропал Рорвар? Возможно, дней 10 ему назад или больше, он планировал пойти на охоту. И, похоже, никто не знает, куда он отправился. Теперь он уже давно должен был вернуться. Я даже не знаю, с чего начать поиски. Это очень странно. Туманка стикеров в виде старых мимов. А вам не кажется это странным? Почему, точнее, это вам кажется странным? Не думаю, что его забрали работорговцы. Никто не видел поблизости их транспортников. Если дело не в работорговцах, то, возможно, он пал в теневых землях. Он... но он очень хорошо и знал. Я бы поискал его, но не знаю, откуда начать. В... времена, когда я охотился в Нижних Кексах, уже давно прошли. Так, а будут ли награды, если я его найду? Я еще... Это еще предстоит решить. Правосудие в руки вознаграждает честь и честность, которых вам, кажется, слегка не достает. Ну, тогда я могу его поискать. Да, можешь. Раньше ни один чувак не предлагал... Чувак, чужак не предлагал мне помощи. Я приверегу свои суждения, пока не вижу результата. Тогда я пойду. Тогда прощай. Дохранить тебе бака. Ну, все, пойдем искать его. Столько старых стик... Ну, своих стикеров я не добавлял. У меня, как бы, особого желания рисовать стикеры нету. Хотя, всегда когда-нибудь появляется идея насчет того, что сюда добавить можно. Вон. Можно было добавить степлер. Сегодня уже упомянутый не раз и не два. Хотя, я думаю, мой чат будет полностью завален гребанными степлерами после этого. Так, все, квесты мы вроде все взяли. Осталось только пошариться по плетеным коробам и валить отсюда. К великой дороге. Ну, вот андайлинг, Мэнсон, я бы с удовольствием постремил. Откуда появился ник Ним Ретро-Вамп? Вамп это персонаж из Metal Gear Solid 2. Я лет 10-15 назад сильно, да, в принципе, до сих пор сильно встревал по серии Metal Gear Solid. Ну, и просто по серии Metal Gear от Кодзимы. Вамп был мой любимым персонажем из второй части одно время. Так что я этот ник использовал, когда зарегистрировался на одном форуме, на scorefaction.ru. С того момента пошло. Потом, когда уже сделал себе Steam аккаунт, тоже туда добавил Вамп. И потом, когда делал канал, тоже как бы особо уже и придумывать ничего не нужно было. Все уже готово. А ретро, потому что в основном я стримлю в старые игры. Странно, что в Джерико была физика груди. Кстати, времена-то были далекие. Да нет ничего странного. Я вообще удивляюсь, что там не было физики членов, потому что это же Клайв Баркер. Хух. И на удивление, мало-мало действовало почему-то. Опять-таки, это же Клайв Баркер. Клайв Баркер. Клайв Баркер. Клайв Баркер. Хотя... Кто-то побежал, Семен? А ты читал его? А мой ник появился еще в детстве, когда я фанател от котов, и я хорошо знал английский тогда. раз момент тема того свидетель в 8 этап с пиздом я не читал баркера мэнсон но я смотрел много фильмов ну собственно восставшие за да и эти как потом там еще снимал то точнее не снимала по нему снимали в короче много восьмидесятых фильмов ужасов как и кинга его экранизировали так что я в основном только смотрел баркера ну и собственно грабили вот моего ника кого тикс но тогда уже данном случае не кого тякок типа потому что close есть множественное число правда без двух с но когда коготь ssx тогда в данном случае димин еще гэндимон точно точно во во очень на языке вертелось несколько частей сейчас же кстати недавно ремейк вышел этого candy мэна я его все хотел посмотреть все вроде говорят годный но не знаю надо будет глянуть ну хотя да горукин спустился в корзине с верхних ветвей но тебе придется идти пешком чувак это дорога редко пользоваться на ней могли убедиться хищник и будь готов бой окей в бой я всегда готов полуночный экспресс полуночный экспресс это я все смотрел капец у нас у всех было убито детстве так ты чё ходишь как это шишка из 90-х с открытым пузом т.к. ахахахаха ага нормально клайв баркер ну игры делал фильмы оставшиеся до его тогда пророчили новым стивеном кингом или что-то такое но не смог Да, хотя с другой стороны... Да. А покажи еще раз собачку, пожалуйста. Показать собачку? Собачка, иди сюда. Пемён, иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Иди ко мне, кабанюх мой. Ой! Таскать собачку туда-сюда сложно, потому что кабан весит 35 килограммов, поэтому поднимать его не очень удобно. Книга крови еще была, но не такая популярная. Книгу крови... Блин, не помню, но что-то знакомое тоже. Это не сборник, типа, из нескольких рассказов? Да, английский бульдог. Зовут Симеон, правильно сказать. Но так как Симеон язык сломаешь произносить, то он у нас Сёма или Семён. Да? Где Ваня? Иди посмотри, что он делает. Иди, подоёбывайся. Твоё любимое занятие сегодня. Да и вообще, доёбываться до Вандика. Сюжет закручен вокруг специалиста по паранормальным явлениям, который по ходу расследования жуткого убийства обнаруживает мистический дом, из которого души отправляются прямиком в загробное царство. Ну, ты сравнил. А Крафт-то, а Крент поймите, как бы? Ну, тут всё как бы есть он. А, ну да. Блин, тогда чё-то не помню. Насчёт мистического дома, откуда вот души попадают в загробное царство, не читал. Кинг для массы, а Баркер чисто для своих. Ну, Кинг-то самые весёлые свои вещи писал в тот момент, когда он был под веществами. Сейчас-то это как бы... Он в основном опирается на свои, эти, предыдущие мега-рассказы. Звучит как книга по игре дам или по вселенной СЦП. Ой, Клаус. Баркер это помесь кровища, расчленёнки, перепихона и веществ. То есть это, так сказать, этот... Кинг... Это вся самая мякотка, которую Кинг обычно не показывает. У Кинга больше, это... Как сказать? Восставший из ада тот ещё тресший боди-хоррор. А, вот точно. Вот можно объяснить всё боди-хоррор. Во, да. Вот это Баркер. Хотя на вот этот Клай Баркер Undying не такой уж и боди-хоррор, по факту. Он больше именно сюжетный. Даже довольно классно сюжетный. Но, скажем так, Undying вышел в 2001 году, даже раньше, чем Вольфенштейн. И, соответственно, тогда сильно-сильно боди-хоррор ты показать не мог. Как бы не хотел. Хотя там есть моменты с расчленёнками и тому подобной хернёй. Ну, в общем, если что, наверное, его следующее мы будем стримить. Ну, так, разбавить своими, как я говорю, хотелками... Хотелки зрителей. Так. Чё ты хочешь, чужак? Я не позволю тебе присоединиться к нашей охоте. И чаровал здесь не для того, чтобы тебя развлекать. Ну и не испытывай моё терпение, Вуки. Я иду куда хочу. Ты не склонишь меня к драке, чужак. Я знаю, что случается с Вуки, которых называют сложными. Я не стану твоим трофеем, ни мёртвым, ни в качестве раба. Оставь меня тебе здесь, не знаю. Кстати, он должен боди-хоррор. Так, Муха. А Муха разве написал Баркер? Не, Муха это же этот, как его... По старому-старому рассказу. Это как бы вообще ремейк какой-то там экранизации, кажется. Муха тоже тут. Не, я в целом. А, ну... Да, Муха тот ещё боди-хоррор. И до сих пор я не могу на некоторые моменты смотреть. Это же этот режиссёр, который чисто специализируется на подобных... Ваняк, не помнишь, кто это, Муху снял фильм? Режиссёр. Муху, режиссёр, не помнишь? Блять, Макс помнит. Я уже хотел пошутить про тёмный цвет великолепной кожи у людей, но вспомнил, что я на Твиче. Да, тут просто это... К слову, пришлось. Блин, этот режиссёр постоянно снимает подобные фильмы. Он же, по-моему... Не он же, собственно, снимал тогда этого... Нет, Робокопа не он, по-моему. Хотя Робокоп тоже тот ещё боди-хоррор, если так посмотреть. Вместами. Так, короче говоря, про Вика мне должного Женя, не то пожалеешь. Можно, конечно, убедить его силой. Я хочу, чтобы ты ответил на мои вопросы. И можно использовать его убеждение. Но я хочу силой. Мне следует ответить на твои вопросы. Да, может, на один другой. Так, ты слышал о сумасшедшем вуки в теневых землях? Единственное сумасшедшее существо, что я знаю, один из своих сородичей чужак. Не моих. Мы видим его время от времени. Мы не беспокоим его, и он заслужил наше уважение, ибо в одиночку выстоял в тёмных землях. Иногда он помогает потерявшимся путникам. Да, правда, он сумасшедший. Наши лучшие воины охотятся в теневых землях группами, но он живёт там сам по себе. Настерегайся его. Безумие надлежит опасаться. И как давно он там? Много лет. Невозможно сказать, сколько именно. Десятилетия, два. Возможно, он ответит на твои вопросы. Или убьёт тебя. Так, что ты думаешь за Чиундера? Он наш вождь, и мы будем повиноваться ему. Таков наш уклад. И неважно, верю я в то, что он говорит или нет. Со временем кто-нибудь займёт его место, к добру или к худу. Я не знаю. Это решать Баки. Это решать Баки. А что это значит? А игра по оригинальному фильму Star Wars или как отдельный контент в игре? Knights of the World Republic берёт своё место за 4000 лет до событий фильмов. Всех эпизодов Звёздных войн. То есть это отдельный именно контент. По оригинальным Звёздным войнам есть куча фильмов. Phantom Menace, потом Revenge of the Sith, Clone Wars, соответственно. Super Star Wars, по-моему, для NES и SNES. Ну или просто Star Wars. Выходили как раз-таки по четвёртому, по-моему, эпизоду. Кажется. Потом есть самая древняя игра Звёздные войны на Atari, которая вообще была по атаке на планету Hot. В основном Звёздные войны не так часто ориентируются на фильмы, потому что фильмы и так все смотрели. У Звёздных войн очень много спин-оффов игровых. Правда сейчас, я не знаю, как это можно сказать, потому что де-факто вот эта игра уже не является каноном, каноничной. Потому что, так как Disney купил права, уже после того, как Котор вышел, через 7-8 лет, и, соответственно, сейчас эта игра уже не канона. Они сейчас будут выпускать ремейк Которо, и посмотрим, что они там с ним сотворят, чтобы он соответствовал, соответственно, старой игре и новому канону, я так понимаю. Иначе по-другому они бы, наверное, не стали бы его перевыпускать. Это решать Баки. Что это значит? Бака был нашим величайшим воином, и его древний меч орудие власти, символ вождя. Чундер больше его не показывает с тех пор, как принял роль вождя несколько лет назад. Если бы кто-то ещё мог его раздобыть... Фу, я говорю, будто дитя. Это вздор. Так... У меня завтра ДР, и я хочу себе лего-набор Старварс. Ммм, а который лего-набор Старварс? Их много сейчас. Так, а каково приходится Кашиику с корпорацией Зеркал-Власти? Ты насмехаешься надо мной, задавая столь глупый вопрос. А как ты думаешь, мои сородичи либо пропадают, либо умирают? Почему же ты тогда ничего не делаешь с этой тиранией? Мы не можем сопротивляться. Чундра удалось торговаться на уменьшение числа взятых рабов. Но если умрёт кто-нибудь из Зерка, оно снова возрастёт. Каково приходится моей планете? Она медленно умирает. Так, я ищу древнюю карту звёздную. Ты её видел? Там боевой самолёт был какой-то. Меня не заботят. Ищи где хочешь. Я не собираюсь тратить на это время. Так, ну всё, тогда мне пора. Да, иди. И не ждите теплого приёма, если вернёшься. Это планета мой дом, а не твой. Уже название забыл. Боевой самолёт. Ну, и там очень много вариантов. Потому что, по-моему, каждый звездолёт, который выходил когда-либо в Звёздных войнах, имеет свой лего-прототип. Либо ты можешь просто взять любой конструктор лего, если тебе фантазия доставляет, собрать любой звездолёт из Звёздных войн. Так, Гарвукин. Гарвукин. Чундр велел мне позволить тебе спуститься в тёмные земли. Меня зовут Гарвукин. Ступай осторожно. Лишь храбрейшие наши воины возвращаются из этих земель. Твои имя и стопы едва переносимы оскорбления для них. Просто открой её и спусти меня вниз. Спуск будет долгим. Не двигайся, иначе мы привлечём нежеланных гостей. Всё, полетели вниз. О, чипсоны. Или что это такое? Какие были, такие взял. Пойдёт. Не самое хуёло, но... Кажется, кто-то забыл завернуть чипсинку, да? Разгадывай. Наверное, какой касается. Тебе так нормально будет, удобно? Я могу одной рукой играть. А тут кто-то позволяет? Зажимаешь лево-правую кнопку мыши, и всё. А, уберишь? О, сейчас будет охуенный момент. Мэнсон, если ты здесь, ты помнишь, как орали тахи? Как меня бесило, как орали эти злоебучие обезьяны, когда врезались в стены. Не только одного меня это бесило. Короче говоря, некоторые модеры изменили звуки тахов на другие. Если я поставил какой-то мод, по-моему, забавный. У него можно сказать четыре хвоста, и они по углам кавычка. Левый верхний угол, левый нижний угол, правый верхний угол, правый нижний угол. Четыре? Ну, это, наверное, икс-винг. Так, я понимаю, о чём ты говоришь. Короче, да, Мэнсон, я заменил тахов на какое-то слово. Сейчас посмотрим, что они поменяли. О, катар. Минус, Джухани. А теперь бойся меня. На брах? Да, на брах. Бра! А теперь у меня все тахи будут орать брах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Звук гем на этот. Да-да-да-да. Ну, так лучше. Я поверь мне, намного лучше, потому что когда орут тахи в изначальном своем виде, это жопа. С ума сойти можно. Капец. Нет, они просто, когда врезается в сено, у них срабатывает звуковой этот, ну, как сказать. Кто спамит звуком, брухом? Вот эти маленькие обезьяны. Хе-хе-хе-хе-хе. На заднем фоне, видите, бегают тахи обезьяны? Короче говоря, лучше уж, бра, чем то, что было в оригинале. Ах, чертов, грохот битвы. Осторожнее, под ветвями скрывается куда больше этих паучих тварей. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, поможешь ты мне или нет, главное не путайся под ногами, старикан. Я Джоли. Джоли Биндо. Пойдем в мой лагерь, там и поговорим. Что-то такое, чтобы мне приказывать, старик. Слушай, можешь идти за мной или бродить тут сам, но я слишком стар, чтобы меня волновало, что ты там думаешь. Не отставай. Он рядом под бревном. Да, я живу как забитый грызун. Я бился с ситхами. Теперь взгляни на меня. Да. Лучше бро. Так, ну-ка. Где так, хотя бы один. Иди сюда. Хе-хе-хе-хе-хе. Черт, охуенно. По крайней мере, теперь это будет бесить меня меньше. Плюс это, по крайней мере, гораздо тише, нежели их оригинальный этот выскрик. Потому что иногда просто диалоги невозможно было прослушать. Из-за того, что эти тахи орут без остановки. Вот когда они вот так врезаются в стены по искусственному интеллекту. Вот это бра-бра-бра-бра. Вот так вот постоянно безостановочно. Ужас. Так. Вдруг, друг, 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 друг. Вот оно самое, да. О, у кого-то еще спас броски иногда срабатывает. Странно. Так, а вот и квестовый вуки. Из этого комплекта мы узнаем, что он торгов... Короче, он торговец был. Да. Он продавал своих. Какой хороший мальчик. Ладно, туда мы пойдем потом. Это по сюжету. Ну, не по сюжету. Частично по сюжету. Черт. Бра. Ну, поймал. Да. Не, есть еще много вариантов разных, как можно заменить у Тахо голос. Но, черт подери, это лучше, чем было в оригинале. Гораздо лучше. Поверю. Джоли. Бра, три укуса яблока можно будет в помойку. Ты что, то есть пожрешь это яблоко? Ужас. Да. Часик пишет. Не ты. Надо обсудить пару вещей. Я с чатом общаюсь. За страницей. Ууу. Я очень люблю. Бра. Бра. Да не это, бля. Бра. 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 Бра, что ты делаешь? Бра. Яблоко с размером в Москву. Бра. 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 О, какие грозные у тебя манеры. Бра. 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 же ты об этом спрашиваешь мне не отвечай я знал что наверняка здесь именно по этой причине ничего не стоит по сравнению с другими заботами ближе к делу старик куда интереснее чем кто-либо может представить и уже заговаривайся старик переходи к делу я хочу сказать что на твоем пути есть настоящие стены я себе ноги переломал пока спускался и поднимался по ступенькам зачем ты перебирал по ступенькам сломанными ногами медленнее проходить на меня было так можно я просто заплачу тебе ненавижу ходить на побегушках и почему я должен доверять тебе сумасшедшие старых рыч их отряд разбил лагерь неподалеку раконьеры как я хочу чтобы они убрались из этого места так почему бы тебе не избавиться от них самому у меня ступеньки с размером в муравей а почему ты хочешь ко мне присоединиться хочешь анекдот давай рассказывай и где они и сколько их они недалеко на северо-востоке если глаза меня не подводят этот их капитан достал меня так что скулы сходят не преподать его и почему тебя так полную присутствие здесь они не уважают это место вырезают местную фауну и угрожают целым видом и словно с заноза в заднице руки при желании могут о себе позаботиться но дикий лишь беспомощный жертв так ясно значит старому полу джедая нужно чтобы я прогнал дитиши с его газона века который держит свою блевотину в себе и становится приверенным и как против сделал это сам а найди способ получше я посмотрю что можно сделать хорошо вернешься вот тогда и посмотрим как ты преуспел кыш кыш ой сегодня начнется геноцид тахов неисправность мои главные рули неисправны ошибка поврежден терминал я разберу тебя и возьму с собой что получится отключение главных систем вы начинаете с головы дроида снимаете ее и кладите свой рюкзак энергетический разряд проходит сквозь остальные его части ну собственно можно было надеть пояс электриче антиэлектрический тогда бы меня током не ударила на пофигу джуханя решила притвориться что и больно ужасный катар на сейчас мы здоровье из себя выпьем полечиться мне надо готова но тут еще есть несколько ой я гранату бросил случайно о магадовал я прикончил себя гранатой случайно я балбес и мне папа сказал если долго буду сидеть только то он меня по клавиатуре размажет но я не боюсь 4 играла и гаглязг гашка саши каскоп губец был пошел спичит и ринг садов сах карбск герпи 4 лаус это уже было где 4 по 4 4 4 4 чаще прыгать это было еще в эту самую шасси при 745 лес 8 ими как лин при вольфенштейне так что не надо спамить это тоже замутя на время но благо нка у нас довольно живучий засранец ко мне придется кого-нибудь высосать я надеюсь это будут тахи добра тебе хана так бежим благо я все-таки заменил тахов звуки я бы уже с ума сошел второй раз проходить этот кэшрик с их оригинальным звучанием еще один труп вуки какой-то инфопланшет дополнительный интересно а вот этот планшет похоже является неким дневником так или отчетом особенно интересно последняя запись мы были дураками прибыл сюда учишь когда я узнаю основы юнити я создам игру про то что надо убивать степлеров для тебя да пожалуйста если хочешь можешь попробовать так лучше протахов это гораздо приятнее как какая у нас надежда изловить врага который может понять любую облик любую форму в первый день мы потеряли двоих на следующий еще троих жажда крови нашего врага не знает пределов мы нашли тела граарвара вчера вечером наверное то что от него осталось если бы мы не если мы не покинем теневые земли как можно скорее то боюсь мы все станем жертвами безликого у это тот чувак которого я ищу это пока для гена хородана на давай клоус пока подозрительные руки на всякий случай себе кольну ножичку один раз граарвар мертв по идее своей а это значит этот чувак не настоящий граарвар зачем ты тревожишь меня человек граарвар приходите не в землю чтобы быть подальше твоих сородичей вообще если верить на один умной инфопланшет шуга рарвар мертв значит и раскрыл мой маленький секрет неважно это тело меня утомила возможно мне удастся найти такое что тебе больше не придется тебе больше придется по вкусу человека и во что же он превратился джоли тебя что-то беспокоит и так ли довольно игр рулан время умирать рулан пролик интересно как хорошо он противодействует удушению при новенькая бы сказал а еще он отличная аптечка ой май он превратился в это торрента т.к. ой 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 балбес вот черт 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 плохо дело плохо дело очень плохо дело я застрял в чем-то ой ой капец застрял чем-то убегаешь ненадолго вот не хватало мне убийцы который умеет превращаться в трант атаков ой 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 я застрял в чем-то так ну ему осталось чуть-чуть да блин чё ж ты дерешься балбес да не бейся ты баран ой 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 о баньке и во что он превратился сейчас стаха теперь привет да теперь привет еще раз это так может оказаться замаскированным руланом проликом но вы не можете сказать наверняка возможно если вы убьете он примет свой истинный облик если конечно это вообще он вообще напасть на таха даже если это не он это будет мне очень великим удовольствием дыши маленький на на скоро из твича левать да давай удачи поэтому скоро пока окей все минус ролик понятия имею что это было но 500 кредитов мои что он интересна за тварь такая пока давай пока блин однако штерантотек это было малость неожиданно бра бра да представляете он на самом деле был все это время тахом и он просто принял свою истинную форму в самом конце ой куда куда бежишь бра это же светильник прошел один и два части что сотворят что сотворят с перезапуском серии ночник мастер привет первую часть и так так что сотворят с перезапуском хрен его знает главное бы сильно каноне поменяли ой 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 вообще значок 8 ищу это лифчик да бра бойся меня зараза и дыши глубже готов ой таки когда я возьму квест на ваше уничтожение я вырежу всех до единого таха на этой карте и чертовы маленькие засранцы меня еще на прошлом прохождении задолбали бойся маленький бебезьян бойся сейчас большой бра придет и будет вас резать об этом пытался играть в мо свитер но шут не пошло совсем мне мне свитер зашел я даже собираюсь него потом начать играть после того как пройду второй который ну то есть мы пройдем сейчас 1 который третий раз пройдем второй который хотя бы два раза потому что там я собираюсь сразу с восстановленным контентом играть третий раз здесь нужно будет ставить мод вот и после этого пойду в свитер возможности попытаюсь хотя бы поиграть я не знаю как правда можно будет оплачивать свитер но я посмотрю что можно сделать по крайней мере основную сюжетку за некоторые персонажи можно пройти на 60 лобов так что попробуем сколько смогу только поиграю такой же жалкий торгашка как тот слизняк в доках это моя территория я не заключаю сделки и убедить меня непросто так что проваливай сунешь нос мои дела и ты покойник вообще-то чундер дал мне разрешение находиться здесь он мне не начальник я работаю на зерка он зверюшка которая нужна чтобы местные становились в очередь слоняйся где хочешь только не попадайся мне на пути у меня полно работы ну вообще работа мне бы не помешала мне бы помощь не помешала пара человек пропала если потеряю еще людей придется закрыться мы охотимся на этих обезьянок так у них есть железа измельчив которую получишь стимулятор у меня есть два-три богатых года чтобы их берегу пишешься пока я их не истребил вот с удовольствием и сколько же мне перепадет за эту работу сумму назвать не могу зависит от рынка за каждый товар я прошу честную цену будь уверен этому я не изменю я не против этой работы как мне охотиться на этих тахов ладно я научу тебя сперва нужно привлечь их это просто я обрызгаю тебя феромонами тахов этот запах сводит их с ума они попытаются на тебя напасть а потом разрезаешь у них в мозгу есть большая мясистая луковица не забудь ее выскоплить если бы столько не платили я бы чувствовал себя виноватым принеси их железы и я тебе заплачу я ухожу хорошо я здесь не для того чтобы быть дорожным указателем о ну все маленькие ублюдки время пришло время мстить за прошлое прохождение иди сюда маленькая скотина дыши глубже ну как тебе бра круто на а теперь время скобыть обезьянку железо таха ну чё да начнется геноцид плюс лишние 20 опыта мне не помешает даже если это немного пофигу пойдемте искать мелких засранцев они были еще на входе и так прямо от самого входа пойдем и будем их всех убивать а тебя я пожалуй поджарю молнией как приятно не представляете насколько приятно в губа бра беги сюда сейчас я тебе покажу что дарт силиус против меня был вообще как маленькая это соплячка с моими молниями а из тебя и выпью жизнь так кого бы мне еще прикончить бра давайте призовитесь на мой призыв бра бра нету ладно идем искать других местах их там немало пока что и нет протяженности я не имею ничего плохого но вот против тахов у меня все только самое да именно так я думаю про каждого из этих обезьянов это излишнего лег но это это такое себе а и еще один знаешь что заболей пожалуйста на тебе коронавирус ну и парочку бластеров карри тоже неплохо умер от температурного шока так сказать принял плазму в лицо а я знаю как я заволю он тех броков да поближе становитесь поближе а почему вы не это на меня не атакуете что за хрень и куда вы убегаете вы должны умереть страшно мучительной смерти только приготовил гранату для вас зараза ладно пойдем искать еще таков которых я могу вольнуть эти какие-то сломаны неправильные видать у них заложены сноса они не чувствуют фермона которые меня обрызгали да возможно а вот эти чувствуют и знаете что какая у меня самая мощная граната плазменная сойдет лови бебезян бра а тебя мы ударим и онный чтобы жизнь медом не казалось бра живучий заболей о термальный детонатор самая мощная граната черт я забыл что они у меня есть ну все тварь лови подарочек на тебе термалочку в харю бабах все нету так и испепелил как же хорошо как же приятно нет следующий раз когда я окажусь на кошейки допустим свитере я обязательно найду таха в которых можно будет прикончить так сказать я с ними еще не закончил у сколько денег я заработаю на тех железах но мне нужно еще хотя бы 1 потому что нам нужно выполнить квест для брата миссии я слышу где-то бра да-да-да я слышу бра да я должен заставить таха бояться меня бойся меня маленькая шимпанзе и дыши глубже это не успел ладно ну вот так это труп я обыскивал да не обыскивал ладно живите пока что так а теперь мы пойдем и завалим работников джерки потому что на самом деле выполнение квеста с тахами мне было неважно мне просто хотелось завалить этих маленьких хреновых обезьян теперь по крайней мере на улице у нас тишина никаких тебе брайва когда они вот так вот орали эти длинненько и не сохранился на всякий пожар мало ли вернулся значит если у тебя нет ко мне дела рекомендую развернуться и уйти вообще-то просто зерковский работорговец и ничего особенного себя не представляешь прекрати нести чушь следи за языком я здесь единственный закон если есть что сказать валяй если нет отстанет меня у меня полно работы мне следует все просто убить вас и никто об этом не узнает так разговор окончен ты у меня уже в печенках сидишь я тебя прямо здесь сорою да неужели ой 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 пора бежать все минус начальник а с остальными будет проще и вот ты остался один страх бойся и разрыв сраку теперь я остался с целой кучей желез тахов которые можно будет куда-нибудь потом продать и самое главное завалил всех по моему это отличное окончание этого квеста плюс еще у нас есть железы тахов в этих бочках по моему ёбак тупой пидор да 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 прощайте вич канала ну атакую всеми так усилим навык блин ну тогда придется ломать да аня у тебя есть отмычка применяй а вот еще три железы тахов ну-ка ванте тахи интересно будет на меня нападать надеюсь что да черт походу нет я разочарован бра бра опять таки мы могли завершить этот квест чуваками не убивая их а просто отдав им железы соответственно они бы наверное свалили бы я думаю тоже как вариант прохождения так как затаха в темную сторону нам не дают мы просто поможем им и себе заработать ладно пойдем вернемся к джоли расскажем радостную весть что тахов не осталось ну возможно по крайней мере тех кого стоило из них завалить ну и дзерка тоже джоли с возвращением ну как улыбнулась я тебе удача ты сделал что я просил я заставил кое-каких браконьеров исчезнуть да я слышал столько шуму сколько ты надел я сказал тебе что я хотел бы обойтись без насилия и у меня были на это свои причины тебе следовало подумать об этом корпорация зерка найдет тела и бенит во всем вуки из-за этого сюда могут перевести дополнительные войска а это означает больше беспорядков я недоволен но сделать ничего не сможешь и я не собираюсь тебя судить надеюсь с этим ты и без меня справишься ммм так забавно а ты мне не кажешься одним из этих недовольных учителей и вообще я убиваю когда захочу и не спорь со мной старик ооо иди погавка на дерево от меня ты получишь точно такой же ответ как от него кроме того я не собираюсь все время тебя оценивать так вообще ты что-то говорил об устранении предра преград мы можем перейти к этому я знаю куда ты хочешь дойти я могу довести тебя до древних троп в этом лесу скрывается немало странного еще путь блокирует репульсарное поле зерка к востоку от лагеря нарбодисов я видел как его устанавливают так что я знаю как его обойти а по ту сторону древние ответы и возможно вуки которого ты искал надеюсь он в гостеприимном настроении так джули к нам присоединился но временно и мы получили еще темную сторону так смотрим дальше джухани чё мы должны тебе прокачать теперь ну наверное давай-ка мы тебе отражение бластеров сделаем хреново ты их отражаешь так что вот так вот о и тоже умею накладывать умершения шикарно у нас есть теперь три точнее два человека которые это умеют делать ну а джоли авто повысим так кстати световой меч и джоли бонус защите 2 мудрость 2 отражение бластерных выстрелов плюс 2 сема блин когтями по руке ау так световой меч джоли пинда это персональный световой меч джоли бинда он спроектирован и построен им во время прибытия на каширик множество лет назад понятно что нужно кстати джоли у меня имеет какую-то страну эту ему нужно обычную одежду надеть так он в ней смотрится лучше что он 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...